Давайте решим следующую задачу. У нас есть массив чисел, и нам нужно найти максимум и индекс максимума. Мы раньше находили максимум среди последовательностей чисел, а сейчас нам нужно найти еще и индекс максимум. Давайте рассмотрим пример. У нас есть 8 чисел, то есть вводится количество. Далее сами числа. И в этом массиве чисел нам нужно, во-первых, найти максимум, то есть это 8, и найти его индекс. Давайте напишем индексы. Как мы видим, у числа 8 индекс 4. Значит, выводить нужно максимум, во-первых, это 8, а во-вторых, индекс максимума. Итак, как будем решать эту задачу? Как мы раньше находили максимум? У нас была переменная max, в котором хранился текущий максимум. Мы каждое число сравнивали с текущим максимумом. Если число оказывалось больше, чем максимум, то мы перезаписывали этот максимум. Так вот, чтобы найти индекс, нам нужно также завести дополнительную переменную, в котором будет храниться индекс максимума, и при обновлении максимума также обновлять его индекс. Давайте рассмотрим на примере. Итак, у нас есть массив целых чисел numbers, в котором нам нужно найти максимум и индекс максимума. Итак, у нас есть переменная max, в котором хранится текущий максимум. Пускай это будет первый элемент массива. Если все числа будут больше него, то максимум останется корректным. Если какое-то значение будет меньше него, то наш максимум обновится. А также индекс максимума будет равен 0. Так как мы посчитали, что текущий максимум – это первый элемент массива, то индекс текущего элемента – это 0. Далее проходимся со второго элемента массива, с индекса 1, и до конца. Почему со второго? Потому что мы первый элемент массива уже рассмотрели, то есть его посчитали как максимум. Далее сравниваем каждый элемент массива numbers и t больше, чем max. Если оказывается больше, то мы максимум обновляем, и кроме этого еще обновляем индекс максимума. Вот это очень важно. То есть при обновлении максимума обновлять еще и индекс максимума. После того, как мы прошлись по всем числам, сравнили все с максимумом, то выводим значение максимума и значение индекса максимума.